Здравствуйте, с вами Карл Гаш Сабекова. Чуть более полугода в самом известном и авторитетном государственном музее искусств имени Костеева новый директор. Сегодня она у нас в гостях. Знакомьтесь, кто не знает, Шалабаева Гульмира Кинжибулатовна. Я честно признаюсь, что давно знаю вас, потому как вы немало лет возглавляли частную галерею ОЮ. Также признаюсь своей личной симпатией, восхищением к вашей персоне. Я очень рада, что вы пришли к нам. И вы знаете, у меня вот сразу первый вопрос, касающийся вашей работы. Вот смотрите, до этого вы возглавляли много лет частную галерею, потом перешли в государство. Вы почувствовали изменения? Есть разница? Конечно. Разница колоссальная. Во-первых, это разные объекты, субъекты и объекты хозяйствования. С одной стороны, мне стало гораздо легче, потому что в галерее ты одна практически. Есть помощники, но не такого уровня, на которых можно сложить или поручить какие-то серьезные проекты. В основном ты все делаешь сама. Ты и менеджер, ты и экспозиционер, ты и пиарщик, ты и бухгалтер. В общем, ты все в одном лице. А здесь в музее, что хорошо, есть команда специалистов, грамотных людей в разных сферах. Здесь есть профессиональные бухгалтера, то есть нет никаких проблем что-то там просчитать. Есть экономисты, есть специалисты-искусствоведы, есть специалисты, которые знают, как грамотно составить экспозицию. Наконец, есть рабочие. А сколько человек сегодня в вашем подчинении? Ну, примерно? Около 180. Ого! После того, как вы одна, 180 звучит очень громко. Потому что очень большой... Вот еще один момент. Вы представляете, что музей Костеева – это огромный хозяйствующий субъект, да? И очень много служб хозяйственных. Это и холодильные установки огромные, это поддержание климата, это фонды, это хранилища, это инженерная служба, это сантехническая служба, это электрическая служба, противопожарная служба, охранная служба. С каждым вашим судом мои глаза все шире и шире. Помимо того, что это научные сотрудники, мы все видят только лицевую сторону деятельности музея. Это проекты, это выставки красивые. А то, что за кадром 80%, ну, может быть, не 80%, я даже не знаю, как распределить в процентном соотношении, ну, может быть, 70%, 60%, не знаю, процентов жизнедеятельности музея – это хозяйственная, административная служба. А с коллективом сразу нашли общий язык? Я уверена, что, наверное, они все переживали, когда приходит новый руководитель. Как все это отразится на работе? Вы оставили большую часть или все-таки пришли со своей командой? Нет, нет, у меня особой команды не было. Конечно же, я работаю с теми людьми, с которыми основной костяк людей, конечно же, он есть. Тот, который был. Это те люди, это тот коллектив, та команда, прекрасная команда специалистов, с которыми мы сейчас работаем рука об руку. Здорово. Скажите, а после того, как вы пришли, изучили ситуацию, вы пришли к мнению, что нужно менять или вы пришли к мнению, что нужно сохранить вот ту систему, которая была в музее до вас? Менять – это, наверное, очень достаточно сильное слово. Может быть, скорее развивать, развивать, совершенствовать, продвигать, как-то отвечать вызовам современности. Вот слово, скорее подходящее слово – продвигать и развивать. Потому что одна из функций музея, все-таки музей, тем более государственный, одна из основных функций – это сохранение. Хранение, сохранение, консервация произведений искусства, которые составляют культурное наследие. Но при всем при этом не хочется оставаться, я не скажу, косными. Нет. Не хочется оставаться… Старомодными нельзя так сказать? Традиционными. Традиционными. Слишком традиционными не хочется. Да, надо сохранять традиции. Надо их укреплять, с одной стороны, пропагандировать. Но, с другой стороны, нужно идти в ногу со временем. Нужно идти дальше. Нужно отвечать вызовам современности. Нужно привлекать молодежную аудиторию тоже, несмотря на то, что у нас, в общем-то, конечно, много конкурентов. Это шоу-бизнес. Это кино. Да, это кинематограф. Это интернет. Да, интернет. И мы, оставаясь традиционным музеем, мы можем остаться, как бы, знаете, вот в образе такого некоего затхлого, старинного, поросшего мхом. Забытого. Забытого, тихого, уютного, но вместе с тем покрышившегося мхом заведения. А нам этого не хочется. Нам этого не хочется. А что вы делаете для того, чтобы это не произошло? Мы пытаемся проводить разные проекты, вводить новшества. И на сегодняшний день у нас есть уже какие-то определенные результаты. Во-первых, мы начали проводить музыкальные вернисажи, которые уже на сегодняшний день становятся регулярными, раз в месяц. Приглашаем. Ведущим у нас известный музыковед, такой энтузиаст своего дела, влюбленный в свое дело музыковед Юрий Петрович Аравин. О, да. Да, это личность известная у нас в республике. Он такой пропагандист, популяризатор, влюбленный в музыку, в искусство, в свое дело человек. Он приглашает на эти встречи, на музыкальный вернисаж разных исполнителей. И мы устраиваем концерты в зависимости от исполнения, от тематики в разных залах. Вот, например, последняя встреча была на фоне картин Гульфа и Русси Смаиловой. А вы знаете, что она ведь и любила балет, оперу, музыкальное искусство очень любила. Она 16 лет работала главным художником-постановщиком в оперном театре Мениабая. Вот, и в этом зале на фоне этих картин выступала наша очень известная казахстанская оперная прима Дина Хамзина с ее исключительным и редким голосом меццо-сопрано. Она исполняла на фоне этих прекрасных картин Арии Зопер. Но не только. Были и народные песни, были романсы. Мне кажется, там как-то все это по-особенному должно звучать. Во-первых, сама акустика. Да, и акустика, атмосфера сама. В окружении картин. Она даже в интервью сказала, что для меня было честью выступить в зале на фоне полотен Гульфа и Русси Смаиловой. Удивительно. Я, честно говоря, все это так представляю. Так все красиво выглядит. С одной стороны, знаете, с одной стороны, это не такая торжественная атмосфера, как в оперном театре, где вот затемненный зал, сцена, роскошные декорации, кулисы, бархатные кресла, в которых ты утопаешь удобные. А здесь как-то более упрощенно, но уютно. У нас чуть проще, да. Но у нас, знаете, мы выбрали формат клубного общения. Прежде вот в цену билета входит. Человек может прийти чуть ли не с утра в наш музей на билет от этого концерта. А сколько стоит билет? Билет стоит 2500 тенге. Он может пройтись по всем залам, посмотреть. Плюс, вот мы хотим именно подчеркнуть клубность формата, мы делаем такой кофе-брейк, такой чай. И люди могут между собой пообщаться, познакомиться, пообсуждать что-то. Тем более, если вначале это было 5 часов, это был, знаете, такой английский 5 o'clock tea. Теперь мы решили немножко поменять время, потому что вначале мы собирались по субботам. Потом мы поняли, сейчас начался сезон дач. Люди выезжают с пятницы на субботу, воскресенье на отдых, на дачи, за город и так далее. И мы решили встречаться по пятницам, но уже после рабочего дня. Опять же, чай, мы думаем, мы так решили, что чай, это вообще как бы не только английская, индийская, китайская культура. Ну и казахская тоже. Ну и казахская тоже. Завсу курины, да. Поэтому чай, там какие-то пирожные, конфеты, закусочки, все такое у нас. И мы даже замечаем, что некоторые, особенно иностранцы, они же такие, в общем, свободные люди, они с чашечкой чая садятся, они слушают, попивая чай. Чай или кофе на выбор. Скажите, а как давно этот ваш проект? Вот он был уже четвертый раз. В августе мы хотим, Юрий Петрович предложил тему джаза, и он хочет пригласить Ирэна Равину к исполнению. И вот мы сейчас, наши мои сотрудники думают о том, какой лучше зал предоставить для того, чтобы джаз воспринимался органично с теми произведениями искусства, которые будут интересны. Очень интересно. А вот четвертое, а вы видите тенденцию к увеличению посещаемости музея или пока сохраняется, как и раньше? Примерно одинаково. Просто уже как бы складывается контингент людей, пока небольшой, постоянных посетителей. Мы уже замечаем, что приходят одни и те же люди, допустим. И в то же время каждый раз появляются какие-то новые люди. Например, в прошлый раз была большая делегация американских студентов, которые здесь изучают русский язык. Они пришли к нам в музей и получили сразу двойное удовольствие. Они познакомились и посмотрели историю изобразительного искусства Казахстана. И с другой стороны, они послушали вокально-исполнительское искусство, послушали народные песни. И каждый раз меняются. Приходят дипломатические работники, консульские работники. Приходят из иностранной, я имею в виду, аудитории. В основном, получается, иностранцы приходят? Нет. Это я так к примеру привела. Но вообще у нас как бы так, знаете, представление, что в музей ходят, наверное, люди приезжие и иностранцы. Нет, нет, нет. Ничего подобного. Я же сказала, что у нас уже сформировался пул из людей, которые из ряда, из одного концерта в другой уже приходят постоянно. Кульмира Кинжбалатовна, вы же давно уже в искусстве. Очень давно. А вот на сегодняшний момент вы видите какие-то изменения? Я хочу узнать про нашу страну в частности. Меняется ли искусство в Казахстане? Есть ли хорошие тенденции? Или наоборот появились какие-то тенденции, которые настораживают художники, специалисты? Это такой вот очень сложный вопрос, на который отвечать достаточно сложно. Почему? Потому что, с одной стороны, я человек всегда настроенный позитивно. Это мое кредо. А с другой стороны, знаете, есть категория людей, которыми принято ругать все и вся. Вот я считаю, во всем всегда везде нужна, во-первых, золотая середина, во-вторых, я считаю, всегда стараться нужно, а стараться быть объективным. Вот я скажу свое собственное мнение, субъективное. Так как искусство имеет разные сферы, это музыкальное творчество, это изобразительное искусство, то если вы хотите послушать мое мнение по поводу музыкального искусства, например, хотя я не являюсь специалистом конкретно, я вижу шаг вперед. Да, да. Потому что, знаете, с обретением независимости расширились, открылись границы. Я вижу, у меня есть немало знакомых, хороших приятелей, которые работают в сфере искусства. Я сама очень люблю музыку, оперу и бываю за границей на спектаклях, и в том числе на наших спектаклях, которые даются за рубежом. Я слышу об их выступлениях, и я вижу, что, например, расширился диапазон представления казахского искусства за границей, вплоть до Австралии и Аргентины. Мы же не всегда следим, мы не всегда прослеживаем, где проходят гастроли тех или иных ансамблей. Вот совершенно недавно завершилась неделя представления казахской культуры в Каннах. Выступал ансамбль, если я не ошибаюсь, от Рарсазе, или от Рарсазе, наверное. Выступал симфонический оркестр под управлением Марата Бесингалиева. Записываются современные наши... А что касается художников, изобразительного искусства? А изобразительное искусство не так представлено и не так широко шагает за рубежом, как хотелось бы. Потому что всё-таки музыка, она же напрямую попадает в душу и сердце. Музыка очень наднациональна, и она очень эффектна, она очень зрелищна. Поэтому я, может быть, могу понять наших менеджеров от культуры, когда они в большей степени продвигают музыкальное творчество, исполнителей, шоу-бизнес, нежели... Да. Всё-таки у нас наша сфера изобразительного искусства, она более специфична. И с нами и труднее, и тяжелее. И, конечно, мы, как мне хотелось бы, не настолько часто и не настолько хорошо представлены в мировом культурном пространстве, к сожалению. Нет такой вот продуманной, целенаправленной, постоянно разработанной программы. А вы можете взять на себя программой? У меня таких полномочий нет, к сожалению. Как в Казахстане. Мы можем выходить с предложениями, мы можем выходить с предложениями, мы можем разрабатывать проекты. Это не проблема. Но всё упирается в практическую сторону, которая сопровождается определенными затратами, на которые нужны большие бюджеты. И вот это тот камень преткновения, из-за которого мы, например, не можем спокойно взять, собраться и выехать с выставкой куда-либо. Или с легкостью принять у себя тех звезд изобразительного искусства, которых мы хотели бы иметь и видеть, и показать народу Казахстана. А как вы относитесь к тому, что искусство представляется не только, например, в музеях, но также в торговых центрах, на гламурных мероприятиях, как вы сказали, в отелях и так далее? Положительно. Да? Положительно. Главное, чтобы не падала планка, чтобы показывали работы хорошего уровня. Неважно где. Например, в Харатсе проходит, насколько мне известно, ежегодно представляет русское искусство, разворачивают выставку русского искусства в Лондоне, в магазине Харатс. Если бы мне предоставили такую возможность, я ухватилась бы за нее с превеликим удовольствием, потому что это промоушен, потому что это продвижение нашего искусства, нашего имиджа, в конце концов, культурного имиджа Казахстана и, конечно же, самого искусства Казахстана. Пусть это торговый центр, но это Харатс, это Лондон. И даже если здесь, в Алмате, ради бога пускай, чем больше, я, например, считаю, что чем больше таких акций проходят, тем лучше для всех. Просто главное, чтобы организаторы, кураторы этих проектов подбирали хороших художников и хорошего уровня, и хорошего качества работы и картины показывали. Вот только единственная просьба такая, чтобы это были хорошие работы. А можно я немножко скажу, что до беседы перед камерой мы все-таки немножко поговорили о тех художниках, которые относятся к искусству уже больше как к коммерческому проекту. Есть такая тенденция среди... Ну, встречались вы с таким... Ну, мы так, обобщенно. Не будем конкретизировать, о ком речь, а вообще вот обобщенно, если поговорить. Да, есть такой момент. Конечно, всегда он присутствовал, и поэтому делилось и делится сейчас, очень четко делится искусство на коммерческое и на некоммерческое. И есть художники, которые поставили свое искусство или по-другому ремесло на поток, и для которых основное, это основная цель – заработать. Конечно, я понимаю, что мы все люди. И даже те же самые художники, которые в первую очередь думают о высоких материях, о духовности, о нравственности, о том, чтобы создать шедевр, о том, чтобы выразить себя, чтобы создать какое-то гениальное полотно. При всем при этом, конечно же, он тоже живой человек, ему надо кормить семью, все понятно. Но когда, знаете, когда золотой телец в глазах затмевает все остальное, и когда человек начинает ставить какие-то определенные условия, требования, причем очень напористо, очень, я бы даже сказала, может быть, даже где-то агрессивно, требовать невыполнимых условий, для себя не давая оппоненту возможности соблюдать определенные стандартные условия, вплоть до условий, которые регламентированы, стандартизированы законодательством нашей республики, допустим, ему это неинтересно, его это не волнует никоим образом, его волнует лишь то, чтобы он сам лично получил прибыль. И когда ты пытаешься объяснить такому человеку, что есть стандарты, есть регламенты, в конце концов, есть устав музея, в конце концов, есть законы РК, законы республики Казахстан, которые мы, как государственный музей, обязаны придерживаться этих законов, но человек не слышит тебя, то, конечно же, тут просто руки опускаются. И такое случается. Но мы очень надеемся, что таких художников мы все-таки не увидим в нашем государственном музее. К счастью, я впервые с этим столкнулась, надеюсь, что в первый, в последний раз. Я думаю, что в дальнейшем, как-то мне, знаете, в основном приходилось общаться с людьми талантливыми и в большей степени одухотворенными, для которых главное это творчество, а все остальное потом. Гульмира Кенжи-Балатовна, вот сейчас очень много моментов, когда технологии входят в искусство, формат искусства или заменяют, может быть, где-то искусство. Как вы к этому относитесь? Может быть, это не хорошо и не плохо, это данность, но я, например, к этому отношусь очень положительно. В любом случае технологии идут, и перед нами стоит задача не отставать от них, а воспользоваться ими. Может быть, как раз то, что и будет привлекать молодежь? Да, да. И вот в музее Костева в этом отношении впереди, если они планеты всей, то республики точно. Да, и все. Как это происходит? Потому что, во-первых, мы внедрили уже такую систему QR-кодов. Пока только в одном зале, но сейчас идет работа, озвучивание, запись, и в постоянной коллекции это будет везде. QR-коды, это такая небольшая бумажка, любой человек со своим смартфоном подходит к этому QR-коду, который возле каждой картины, например, сейчас в зале Костеева. и есть бесплатное предложение в интернете, он, значит, нажимает там сенсорный экран и получает всю информацию без гида, без экскурсовода. Он получает всю информацию о художнике, о картине, о его творчестве. Вот такая у нас будет услуга в музее. А еще у вас была выставка 3D-технология. Теперь, да, это была не выставка, это была пресс-конференция о том, что мы вот сейчас в рамках проекта «Музей будущего», как мы это видим, впервые в Казахстане, опять же, мы будем осуществлять вот этот проект 3D. Значит, что он нам дает? Во-первых, для реставраторов, когда картинка, любая скульптура снимается в 3D, это примерно 10-16 тысяч снимков на один объект, и человек может в 3D-формате видеть эту скульптуру. Мы сейчас снимаем эту скульптуру. Это будет в дальнейшем коллекция музеев в 3D-формате. И любой человек в интернете сможет зайти и посмотреть. Находясь в Кустанае, в Атерау, он может посетить наш музей и увидеть его изнутри, а потом еще и снаружи в 3D-формате. Вот такая идея у нас есть. И мы над этим воплощением уже работаем. Когда можно прийти к вам, чтобы это увидеть? И это будет и образовательный проект, это хорошо для реставраторов, это хорошо для пропаганды, массовой пропаганды самого музея искусства в целом Казахстана. И это еще очень современно звучит. Это очень современно. Кстати, мы идем в этом плане в русле государственной программы информационный Казахстан 2020, который был принят в 2013 году. Уже тогда ставилась задача перевести культурные объекты в 3D-формат. Мы это уже воплощаем в жизнь. И последнее, что мы делаем, это анимируем картинки. Они у нас такие ожившие полотна. Это очень интересно. И это не просто игра, это не просто анимэйшн. мы это презентовали на арт-фест, когда были дни столицы в Астане. Масса народу было, и всем очень понравилось. И это тоже будет использоваться в музее, для того, чтобы люди могли приходить, смотреть, чтобы, наконец, заинтересовать детей. И эта аудитория нам интересна. Для того, чтобы все это потом представить на Экспо-2017. Мы и в этом плане работаем. Кстати, вот те объекты, которые в 3D-формате, мы можем эти же скульптуры делать на аппарате и продавать в качестве сувенирной продукции. Вам понравилась какая-то скульптура? Вы обращаетесь к нам, и вы можете получить эту скульптуру из нашего фонда, но уже в качестве, естественно, в малом формате, в качестве сувенира. У меня даже сил не хватает перебить вас, настолько все интересно. Не знаю, как другие, но у меня появилось очень большое желание посетить снова Государственный Музей Искусств имени Костеева и увидеть приятные, хорошие изменения. Спасибо. Я вам желаю, чтобы вы почаще говорили, что впервые, 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 чтобы всегда были номер один. Спасибо большое. Спасибо вам большое за интересную беседу. Всего доброго и до новых встреч. Ну, а я прощаюсь. С вами была Карл Гаш Субекова. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин